Всем добрый вечер, и в третьей части видеороликов по Гамбиту Мору мы поговорим о вариантах, где черные раны выводят резанцию 7. У черных есть несколько возможных порядков ходов для того, чтобы это сделать, но мы рассмотрим основные из них по порядку. Варианты, о которых идет речь, возникают после ходов Е4 и С5. С5, Л4, С3, С3, ДС, К3, К6, К3, Е6, С4. Тут вот черные могут пойти в Феркс С7 сразу, могут сыграть К6. Есть принципиальные на самом деле различия. Начнем мы рассмотрение этой позиции схода Феркс С7. Он достаточно популярен, особенно в Бритт-партиях, и я сейчас даже покажу почему. Дело в том, что обычно играющие белыми здесь играют 2-0. Наход кони в 6, ну, мы уже смотрели в предыдущих частях этого видеоролика, что самая распространенная расстановка за белых в Гамбите Мору это Керс на Е2, и Ладья Ф переходит на Д1. Ну, вот, в данной позиции эта расстановка не работает. Дело в том, что если белый играет Феркс Е2, то у белых, то есть, простите, у черных есть достаточно интересный ресурс. Опять же, для человека, который не знаком с этой позицией, он может быть очень неприятным. Черные могут сыграть в МЖ4. Идея у этого хода достаточно простая. То есть, казалось бы, конь пошел на крайне нестабильную позицию, белые могут ходом Ашты его прогнать. Однако это не так. Потому что у черных есть крайне сильный контрудар, конь Д4, и как нетрудно убедиться, черные побеждают. Бесчисленное, в общем-то, количество партий в интернете были выиграны подобным образом. Я думаю, что играющих Гамбит Мора такая вот перспектива не устроит. Ну понятно, что здесь после конь БД4 черные дают мат в один ход, все АЖ забирают Ферзя. В больших случаях побеждают. Однако, как ни странно, вот этот вот порядок ходов, он весьма сомнительный на зачеркнут. Более того, у него есть конкретное, ну, не тебе сказать, что повержение, но очень сильное возражение на него. Белые могут сыграть конь Б5. Ну и в подавляющем большинстве случаев здесь черные отвечают Ферзь Б8. Других ходов особо и нет. Например, если Ферзь возвращается на начальную позицию, то помимо того, что это просто обидно, у белых есть очень сильный ресурс ЛНФ4. С чего они немедленно это дожидают. Таким образом, Ферзь Б8 ход единственный. Теперь у черных простая идея сыграть А6, прогнать коня, закончить развитие и получить хорошую позицию. Но белые идут на пролом, играют Е5, получают ТРС. То есть здесь у черных довольно широкий выбор. Самый сильный ход конь Ж4, но в то же время этот ход делается довольно редко. Обычно черные забирают на Е5. Но все-таки если ваш соперник почувствовал здесь неладное сыграло конь Ж4, то сильно расстраиваться по этому поводу не стоит. Белые просто играют слон Ф4 на А6, конь Д6. В имении будет важного чернопольного слона. Делают какой-то общий укрепляющий ход, например, возле Е1. Нетрудно убедиться, что у белых здесь потрясающая компенсация за потерянную пешку. Слон на С8 вне игры. Ферзь на Б8 не способен, из-за того, что пешка на Д6 разрезает позицию черных на двое, не способен Ферзь быстро вернуться на защиту королевского фланга. Есть различные идеи, связанные с ходами слон Д3, слон Н7. Белые могут просто поставиться по центру, и давление будет более чем компенсировать материальную недостачу. В общем, позиция здесь у белых просто шикарная. Наверное, именно по этим причинам черные чаще всего бьют конем на Е5 сразу, но вот в данном случае лекарство оказывается хуже, собственно, самой болезни, потому что у белых есть конкретное опровержение этой идеи. Белые бьют на Е5, после Ферзь бьет Е5, играет ладья Е1. То есть у черных два логичных ответа тут, которые не позволяют белому коню после отхода Ферзя появиться на С7. Это Ферзь Б8 и Ферзь Т5. Начнем рассмотрение с хода Ферзь Б8, потому что после него игра белых более естественна. Они играют... Белый играет Ферзь Д4, с указой слон Ф4. И удовлетворительной защиты от изугрозы нет. Объективно, наверное, самый сильный ход здесь, как ни странно, А6. Дальнейшая вот жертва Ферзя за явно, явно недостаточную компенсацию. Ну, а если черные упорства трекают Д6, то их позиция разваливает. Белый включая слон Ф4 на Е5, ладья Б8. Если ДЕ слон ДТ5, смотреть здесь больше, по сути, нечего. Потому что Ферзь теряется, черный король под матом. Ну и... Во всех партиях, в моих партиях, в которых получалось, на позиции черные сдавались немедленно. После хода Ферзь Д4 удовлетворительной защиты за черных просто нет. Сложнее дела обстоят после хода Ферзь Ц5, потому что здесь белым необходимо найти несколько точных ходов. Даже первый из этих точных ходов, он крайне не бросается в глаза. Потому что это ход слонов 1. В общем-то, в большинстве гамбитов возврат фигуры на первую горизонталь, он редко оказывается в сильнейшем продолжении в атаке. Однако, вот в данной позиции это так, и более того, у белых просто уже выиграно на самом деле. Потому что на самая, в общем-то, упорная А6, где он играет слон Е3. Но вот если повернуться к этой позиции, то видно, что других разумных идей у белых, то есть, простите, у черных нет. Потому что уражает слон Е3, потом ладья Ц1, и белые фигуры заходят по черным полям. Ну, ход КД5, который, ну, является другой попыткой защититься от хода слона Е3. Он слаб по ряду причин. На мой взгляд, самый симпатичный, ну, и, возможно, самый сильный ход за белый здесь, слон Ж5. После чего на практически любой ход, чуть, например, на А6, белый отвечает Ферзь, ГД5, и получается такой мат. Достаточно симпатичный. Ну, опять же, если черный играет, например, А6, то есть ход ЛДЦ1 с по белой. В общем, позиция черных здесь крайне тяжелая, и защищаться в ней проблематично. Ну, вот на ход А6, как я уже говорил, белый отвечает слон Е3, Ферзь, Ц6. Это, наверное, последний важный момент, что здесь необходимо не прельститься заманчивой возможностью ладья Ц1, потому что внезапно здесь картина меняется, черный играет А, Б, то есть ладья Ц6, Б, Ц. Хотите верить, хотите нет, здесь черный, похоже, отбивается от всех атакующих попыток белых, и более того, возможно, даже получает перевес. В любом случае, если включить движок, то вот он пока пишет, правда, 0,19, но на самом деле позиция не ясная, я бы в ней предпочел играть черными. Тем более, тем более, не имеет смысла белым на это идти, потому что у них есть значительно более сильный и простой ход конь А7. Теперь на отход Ферзь по линии Ц следует ладья Ц1. В общем-то, на любой отход Ферзь следует ладья Ц1, после чего слон на Ц8 теряется. А в случае ладья бьет А7, слон бьет А7, у белых просто лишнее качество, и поймать слона не получается, потому что белые кратят ладья Ц1, а теперь СБ7, ну, слон Б6, например, остаются с лишним качеством. Ну, таким образом, можно сделать вывод, что в варианте, вот в этом варианте с ранним выводом Ферзь на Ц7, дела черных, как ни странно, плохи уже после 8-го хода. И относительно лучший выход для них это пойти вот на эту неприятную позицию. Если же они будут упорствовать и брать вторую пешку, то рискуют не дожить до начала Миттершпида. Так, у черных есть более точный порядок кодов для исполнения вот этой идеи. черные могут сыграть конь Ф6 сразу. И здесь получается так, что у белых нет хода, который хотелось бы сделать в этой позиции. Потому что на Е5 черные отвечают конь Ж4, и пешка Е5 под напряжением. Если она потеряется, то компенсации за две пешки белые не найдут. Если же белый играет 2-0, в надежде на то, что после Ф7 Е5 дело сведется к уже рассмотренным вариантам, то их может поджидать достаточно горькое разочарование, потому что у белых есть ресурс конь Бет-Е4. То есть, простите, у черных есть этот ресурс. После конь Бет-Е4 Д5 здесь не все так просто. У белых есть компенсация за потерянный материал. Надо играть слом Б5 ДЕ, тирс Д8 король Д8. Здесь либо слом БЦ6 БЦ конь Е5 либо конь Ж5 сразу. Пока двух пешек не хватает, но одна из них явно отыграется. Черный король находится в центре и некоторая компенсация за материал у белых есть. Однако на мой взгляд эта позиция по крайней мере не совсем ясная и констатировать мне серьезный перераз белых я не могу. Поэтому я предлагаю отыграть другое продолжение, а именно ход ферзи Е2. Понятное дело, что конь Е4 здесь уже не проходит. Вот. Примерный вариант. Соответственно, черным надо искать какое-то другое продолжение, но если они просто заканчивают развитие то получается уже рассмотренный нами в предыдущем видеоролике вариант. Если же они упорствуют в своем намерении получить какие-то тактические шансы благодаря положению ферзи Е7, то у белых здесь опять же есть достаточно сильный контрресурс. Но для начала отмечу, что после до 0 кончить 4 получается невыгодная для белых позиция, которую мы уже рассматривали. Если же белые знают об этом, то вполне вероятно, что они даже не помнили, не зная как играть дальше, они найдут ход Е5, после чего перечеркни конкретные проблемы. Конь под боем уберут. Для его отступления есть только одно нормальное поле, поле Ж4. Теперь белые играют с СНФ4, и в этой позиции у черных есть два принципиально по сути разных подхода для решения их проблем. Первый подход это такой вот ход D5, получается французская структура, в которую у белых каким-то образом пропала пешка D4, что конечно не играет им на руку. Но с другой стороны, по сравнению с обычными вариантами французской защиты, белые получили здесь примерно 5-6 лишних темпов, которые по идее должны окупить это обстоятельство. И после слона D3, слон E7, 2-0, но здесь по сути нет смысла приводить какие-то конкретные варианты, видно, что у белых неплохая компенсация. Одна ладья идет на C1, белые загружают в каких-то вариантах ходом H3, конь идет на B5, преимущество в пространстве, а отличные пешки D5 черным пока нет никакого в руку. Для того, чтобы пешка D5 превратилась в реальную силу, черным необходимо добиться размена по крайней мере одной и двух легких фигур. Как это сделать в этой позиции не совсем понятно. Сложнее для белых дела обстоят в том случае, если черные предпочитают здесь такой конкретный подход и делают ход F6. То есть выглядит это все конечно не очень натурально, потому что король черных в центре, а белые сами вскрывают центральные вертикали практически под себя. Однако конкретные обстоятельства здесь складываются в пользу белых. Может быть не совсем в пользу белых, но по крайней мере достаточно для них неплохо. находится очень красивый ход, но тем не менее он типичный для Гамбита Мора, ход конь D5. Теперь понятно, что после ED и EF у белых здесь сильная атака, скорее всего выигрывающая. Поэтому остается практически один разумный ход в этой позиции, ход F5. Шах. Ответ слон D2 вынужден, и после этого черный играет ферзь D8. Поскольку конь под боем белые вынуждены играть EF, то есть опять же получается цепочка из форсированных ходов, конь идет F6, слон G5. Тут достаточно неприятная ситуация у черных, потому что если белым подарить еще буквально 1-2 темп, они сделают рокировку, поставят ладью на D1, черные просто не смогут справиться со всеми тактическими угрозами, которые возникают в этой позиции. Поэтому у черных единственный разумный ход, это ход ферзя A5, после него белый играет слон D2, ферзь D8, и здесь продолжение на за ваше усмотрение. Либо вы можете пойти слон G5, после чего черные либо согласятся на ничью, либо сделают какой-либо другой хост и обрекут себя на трудную оборону. Либо же, если вам все непременно нужна победа, можно побить на F6, после ферзи BF6 срать 2-0, отдать пешку на B2, то есть у белых уже двух пешек не хватает. Вероятно в этой позиции есть достаточно неплохая компенсация за потерянный материал. То есть я не уверен, что ее объективно хватает здесь для того, чтобы она могла считаться достаточной, но в всяком случае в Блете так вполне можно играть, потому что как известно, защищаться всегда сложнее, чем атаковать, а защищаться при неразвитых фигурах ферзи на А3 особенно тяжело. Но опять же, объективно за белых сильнее вариантов с этим повторением ходов. На этом рассмотрение вариантов с ранним ходом Ферзи 7 можно закончить и перейти к другим попыткам за черных. Собственно, одной из важнейших линий в этой позиции, она не совсем часто встречается на практике, но она критически важна для собственно оценки всего Гамбита Мора. Возникает эта линия после ходов Е6, КН Ф3, А6, С4, Б5, СБ3, СБ7. Черный играет в довольно провокационной манере, как вы видите, они полностью пренебрегают развитием королевского фланга, СН на Ф8, КН на Ж8 по-прежнему стоят на своих начальных позициях. Но взамен они уже осуществили некоторую экспансию на ферзьевом фланге и более того создали конкретную угрозу. Будь сейчас ход черных, они сыграли бы Б4, после отхода коня взяли пешку на Е4 и у белых позиция стала бы моментально практически безнадежной. Прошу прощения. Да, но опять же в этой позиции не все так просто. Дело в том, что очень часто белые здесь играли ферзь Е2. Мне этот ход не нравится, на мой взгляд, это вот как раз проявление такого неконкретного подхода, как к Гамбиту Мара, так и к Шахматам в целом. Ход понятно, что белые хотят сыграть 2-0, а потом ладят Д1, но на мой взгляд, это слишком медленно. После конь С6 2-0 конь ЖЕ7 я считаю, что позиция в пользу черных. По этой причине за белых я предлагаю сделать ход короткой аркировки, полностью игнорируя грозу Б4. В чем здесь дело станет понятно чуть позднее. Ка можно рассмотреть вариант конь С6, который встречается значительно реже, чем ход Б4, но тоже заслуживает рассмотрения. Здесь на мой взгляд это белок сильнейше продолжение ход ладья Е1. Теперь Б4 вообще не имеет смысла, потому что после конь Д5 у белок мощная инициатива и скорее всего просто уже выигранная позиция. Вообще во многих вариантах этот удар конь Д5 уже угрожает. На конь Е7 конь Д5 хоть и с меньшей силы тоже проходит и дает белым опасную атаку. На Д6 вполне возможно что удар конь Д5 тоже возможен, но значительно проще сыграть сон Ф4, затем Ферзь Е2, владея А на Д1 и черная пешка Д6 вряд ли удержится, а с ее падением в общем-то станет понятно, что белые получили дебютный перевес. Единственный вариант, который в этой позиции имеет самостоятельное значение это ход конь А5. То есть здесь конь Д5 уже не так сильно, потому что у черных будет возможность выменить важного белокольного слона. Однако за белых тут есть довольно забавный ресурс, в то же время тематический отход слон Д5. То есть уже в который раз мы видим что белая фигура приходит на Д5 с очень большим эффектом. Ну понятно, что ЕД бесполезно, потому что после хода фигуры на Е7 белые играют Д6, отыгрывают материал и скорее всего развивают решающую атаку в связи с тем, что король черных вряд ли сможет в обозревом будущем уйти из центра. Если же черные не бьют слона на Д5, то белые просто играют слон на 4 и наращивают давление. И в какой-то момент, когда черные поставят либо слона либо коня на Е7, белые просто играют слон бьет Б7, конь бьет Б7, ну и херзи Д2, ладья на Д1. Опять же в этим не на слова белых там более чем достаточная компенсация за потерянный материал. Ну а главный же ход безусловно Б4, и вот после него белые обязаны играть конь Д5. То есть если вот сейчас я включу движок, то вы увидите, что он пишет просто колоссальную оценку в пользу черных. Практически минус 1. Однако если дать ему подумать хотя бы чуть-чуть дольше, то вы увидите, что оценка стремительно меняется. То есть это уже нули, в дальнейшем она изменится на оценку в пользу белых. Ну давайте посмотрим лобовой вариант. Понятно, что терпеть коня на Д5 черным не хочется. Вот ход А5 это чисто компьютерный ресурс, и видно, что он не слишком силен. То есть я бы здесь просто сырал бы основу на Ф4. Фактически уверен, что закончил бы партию прямой матовой атакой. Поэтому давайте обратимся к главному варианту ЕД. Здесь вот как вы помните Гудини советовал ладья Е1 с оценкой равенства. На самом же деле сильнее забил ход ЕД. Ну создана прямая угроза ладья Е1 в дальнейшем Д6. Поэтому у черных две возможности защиты. Причем одна из них долгое время считалась как позволяющая отбить атаку и рассчитывать на перевес. То есть это ходы Д6 и слон Д6. Ну в общем-то на самом деле оба хода на мой взгляд вряд ли помогают черным здесь отбиться. Сейчас расскажу в чем конкретное обоснование этого утверждения. Если черный играет Д6 как бы в какой-то степени ход более напрашивающийся то у белых есть сильный ресурс РД4. То есть видно, что пешка Д5 стоит очень хорошо, не позволяет черным потревожить Ферзян Д4, который в данный момент является самой сильной фигурой на доске. Если черный пытается закончить развитие, то белый играет Ферзян Д4. То есть понятное дело, что белые делают это не ради того, чтобы съесть никому не нужную пешку на Б4, а просто чтобы подчеркнуть нарушение координации в лагере черных. То есть вариант сломбит Д5 здесь не проходит, потому что белые могут сыграть например сломбит Д5 ферзь Е4, после чего не отыгрывают фигура, остаются с подавляющим позиционным перерефом. Поэтому самым сильным кодом в этой позиции является будете смеяться на ход слон С8. Ну, вкратце скажу, что если черный играет ладья А7, то побеждает слон Е3. Если черный ставит ферзя на линию С, хрк С7 или хрк С8, на мой взгляд самым сильным является слон Ж5, в дальнейшем ладья А на С1, ладья Ф на Е1 и черным не выжить. Ну, а, собственно, слона каким-то образом защищать надо, поэтому остается ход слон С8. С него белый играет ладья Е1 шаг, слон Е7, слон Ф4, вот, казалось бы, черные архировали и могут смело смотреть в будущее, но на самом деле их позиция уже проигранная, потому что белый удар ладья бьет Е7, на ферзь бьет Е7 играет слон бьет Д6, на ферзь Д8 слон Е7, ферзь Е8 ладья Е1. Я не буду приводить опровержение всех попыток защиты за черных, потому что это займет слишком много времени. Просто скажу, что даже если вы в этой позиции включите движок, то он покажет перевес белым, несмотря на то, что у черных в данный момент времени лишняя ладья. Ну, не стоит забывать, что в помимо того, что у белых просто сильное давление и опасные тактические угрозы, белые в любой момент могут побить на Ф8, для чего у них будут уже две пешки всего лишь за легкую фигуру при, в общем-то, непрекращающейся инициативе. Поэтому защищать эту позицию черного очень тяжело. Ну, конечно, после Д6 ферзь Д4 есть и другие попытки обороны. В частности, есть даже ход А5, то есть какое-то время компьютер на полном серьезе его предлагает. Понятное дело, что человек вряд ли способен на реинпарте сделать такой ход. Скажем так, для полноты картины рассмотрим этот вариант. Белый играет плодя Е1, теперь слон Е7 не проходит ввиду ферзь Ж7, это ход конь Е7 вынужден. Ну, опять же, у белых достаточно широкий выбор продолжений. Мой взгляд, самым идейным является слон А4, конь Д7, слон Ф4. Похоже, что у белых здесь матровая атака. немного сложнее разобраться с другой попыткой защиты с ходом слон Д6. Но даже здесь у белых есть сильный продолжение атаки, они могут пойти ладья Е1. И напрашивается, конечно, ход конь Е7, тем не менее, более сильным является ход короля в 8. Начнем с хода короля в 8. Здесь белым нужно снова применить ту идею, которую мы уже видели, сыграть Ферзь Д4. Ну, на конь Ф6, конь Ф6 выглядит логично, есть ход слон Ж5. Ну, то есть, видно, что фигура черных стоит настолько ужасно, что даже большой материальный перевес в виде чистой лишней фигуры в данной позиции не поможет. Кроме того, у белых тоже была идея сыграть не слон Ж5, а слон Ф4. Тоже с очень сильной атакой. Ну, еще раз прошу меня извинить за то, что я не рассматриваю в этой сложной в общем-то позиции все возможности защиты за черных. Просто слишком много. Запомнить все эти анализы практически невозможно. На мой взгляд, это не нужно, потому что атака белых в общем-то развивается достаточно естественными ходами. Ну, последний вариант, о котором мы иногда поговорим сегодня, это вот все-таки ход Конь Е7 в этой позиции. Здесь белым необходимо проявить в какой-то степени конкретное мышление. Надо сыграть Конь Ж5. Еще раз для интереса я включу движок. Посмотрите, сначала наверняка будет списать оценку в пользу черных. Потом быстро поменяется мнение. Вот видите, на 13-й глубине оценка была поценка была в пользу черных, но вот уже спустя несколько секунд она поменялась причем кардинальным образом. Единственный ход, который здесь как бы заслуживает рассмотрения, это ход 2-0. Ну, предположим, что черные не играют 2-0, делают ход, который предлагает компьютер. ход h6. То есть, я просто показываю этот френд, потому что мне очень понравится вот эта вот идея с ходом слона f4. Теперь, ну, ферс b6 после размены коней e4 просто приводит плохую позицию, а слон f4 проигрывает незамедлительно из-за очень красивого, добивающего удара конь f7, король f7, d6. Ну, и белые побеждают. в варианте же 2-0, который, в общем-то, имеет ключевое значение. Видно, что, несмотря на то, что у белых сильная атака, им нужно вести ее все-таки с определенной точностью, то есть ход сердца h5 единственный. С чего черные должны играть h6, и после кони e4, несмотря на вот вы видите, у черных но внизу л�у, в лимон, и